12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки. Пять из них – привозные случаи, то есть заболели не жители Ниньского автономного округа. Коронавирус выявлен у гостей Наринмара. Согласно официальной статистике, в настоящее время в Ниньском округе диагноз COVID-19 подтвержден у 93 человек. Все они получают лечение. Амбулаторно лечится 63 пациента, 30 находятся в стационаре. Из них четверо в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии, со стопроцентным поражением лёгких. Из 26 пациентов инфекционного стационара 19 находятся в средне тяжёлом состоянии, ещё четверо в тяжёлом состоянии. Более 300 человек стоят на учёте в управлении Роспотребнадзора. Третья волна коронавирусной инфекции отличается от двух предыдущих. Настораживает то, что острое течение болезни не удаётся распознать сразу. Болезнь становится более коварной для человека. Тем, что она протекает на самом деле молниеносно и незаметно для самого пациента. Отмечаю также доктора, которые сталкиваются на первичном этапе с данными пациентами, что внешний вид пациента не соответствует той тяжести, которая есть на момент осмотра. Хотелось бы обратить пристальное внимание наших телезрителей на то, что с приходом третьей волны коронавируса пандемии изменилась клиническая симптоматика у пациентов, болеющих COVID-19. Вирус может протекать незаметно, при этом значительно поражать лёгочные ткани пациента. Если приезжаешь на вызов, действительно нет показаний к экстренной госпитализации по всем критериям, которые у нас имеются. То есть, возможно, там уже идёт поражение лёгочной ткани 30-40-50%, но его мы не слышим, мы его не видим. Мы не можем определить это, потому что сатурация держится на высоком уровне насыщения крови кислородом. И поэтому такие пациенты лечатся амбулаторно. И вот это основная сложность в том, что сегодня коронавирусная инфекция протекает скрытно. Поэтому любое подозрение на ОРЗ должно настораживать людей. Будьте внимательны к своему здоровью. По возможности, вакцинируйтесь. Медики отмечают, что среди вакцинированных заболевших низ соизморимо меньше. И болезнь они переносят в лёгкой форме. Привиться можно любой из трёх имеющихся в регионе вакцин – «Спутник Вик», «Ковивак» и «Эпивак Корона». Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг на определённый день и час и сделать прививку в поликлиниках города Наринмара и посёлка Искателей. По субботам здесь прививают в первой половине дня без предварительной записи. В минувшие выходные в Наринмаре также открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на Дворце культуры Арктика и оснащён всем необходимым инструментарием. Привиться здесь можно также без предварительной записи. «Для того, чтобы пройти вакцинацию, нам с вами необходимо принести три документа. Это паспорт, полис и снился в обязательном порядке. Документы нужны для того, чтобы внести всё в систему. Опять же, чтобы у нас с вами был прививочный сертификат. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо подойти к администратору. Администратор уточнит первичное или повторное у нас идёт с вами вакцинация, первый или второй этап. И затем пригласит вас на заполнение документов. То есть, это у нас с вами анкета и согласие». Работу дополнительного пункта вакцинации обеспечивает Ненецкая окружная больница. Вакцинация в нём организована в будние дни с 12 до 18 часов. В выходные дни с 10 до 16 часов. Привиться здесь сможет любой гражданин старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. В целом, в регионе привились от COVID-19 уже более 11 тысяч человек. Вакцинирующиеся имеют право на оплачиваемые выходные. Напоминаем также, что в округе продолжает сохраняться масочный режим в общественных местах. К сожалению, не все его соблюдают. Когда вторая ковидная волна ослабла и даже сошла в регионе на нет, люди расслабились и перестали носить маски, утверждая, что маска бесполезна и от вируса не защитит. «Конечно, это так. Она не спасает от вируса, она спасает от той дозы вируса, которую вы приобретёте от больного человека». Другими словами, носите маски, чтобы минимизировать проникновение вируса в организм. Берегите себя и своих близких.